Я из своего детства помню приемник, как он назывался, маяк, не маяк, уже не помню, голос Америки, да, шипящий такой, оттуда доносилось, президент Рейган требует свободу Натану Щаранскому. Вы понимали, что весь мир, весь цивилизованный мир включился в борьбу за ваше освобождение? Смотрите, это же не сегодня, когда заключенные, даже самые героические заключенные, имеют возможность беседовать с адвокатом, беседовать с миром. Тогда полтора года вообще ничего не знал, ни одного слова. И они делали все, чтобы, не дай бог, я что-нибудь не узнал. Я в своей книге «Не убоюсь зла» описываю, как я преодолевал эту стену молчания просто тем, что задавал им всякие провокационные вопросы, и по их реакции понимал, что происходит в мире. Но я ничего не знал. Потом, по закону, я имел право каждые полгода на личное свидание. За плохое поведение у меня было два личных свидания за 9 лет. Во время этих личных свиданий, конечно, я получал информацию. С кем свидания были? С мамой и братом, которые были в Москве, естественно, мою жену, которая была в Иерусалиме, никогда не пускали. Она писала каждую неделю два письма, за 9 лет дошли два ее письма. Но она, можно сказать, мобилизовала весь мир. Героическая женщина. Когда я ее вез в аэропорт, так она была очень робкая девушка, которая говорила с трудом. Несколько слов на иврите, она в английском шине говорила. Это было через день после нашей хумы. Мы встретились через 12 лет. Она уже в этот момент вела за собой демонстрации сотен тысяч людей. Она была... Президенты принимали. Рейган, Тетчер, Миттеран. Все работали на нее. В этом плане, конечно, чудо. Но, то есть, я знал очень мало. Иногда, как ни странно, из советского... Советский тюрьмин, ты можешь считать только правду или известие. И иногда из статей о клеветнической компании, там, ты вдруг узнаешь, что твоя жена встретилась с Рейганом. Потому что она говорит, что это авантюристка на гастролях. И как президент Америки... И те не знают, охранники. И вот мне дают эту газету. И вдруг... То есть, несколько раз я узнавал такие вещи. Ну, 99% конечно, я любил. Но я был уверен, скажем так, в моей голове я был совершенно уверен, что борьба продолжается. Как вы сидели? В каких условиях? Я сидел в тяжелых условиях. Опять-таки, за плохое поведение я провел 405 дней в карцере. Это самое тяжелое, что есть. На тот момент это был рекорд. Сейчас, я думаю, мой рекорд будет побит Навальным. Потому что он за два года уже больше 200 суток сидит. А я за 9 лет 405. 405 дней в карцере. Я был, во-первых, половину времени, с 9 лет я провел в одиночке. Что, одиночка, это мне не так мешает. В одиночке ты все-таки можешь читать книжки какие-то там, ну, их книги, конечно. То есть, это Лефортово было, да, сначала? Да, Лефортово, потом это была Владимирская тюрьма, потом чисто. Владимирский централ тот самый. Да-да. Так сказать, я был один из тех, кто закрыл ее как политическую тюрьму, потому что нас перевезли в конце 78-го года, нас перевезли в Чистополь. В Пермской области, в зоне я там, правда, сидел тоже в тюремном помещении очень много. То есть, из 9 лет, примерно, 4 с половиной года я был в одиночке. Что, в общем-то, это неудобство, но это на меня не так давило. Когда тебе дают карцер, даруют обычно на 15 дней. Ну, тебя хотят сломать, добавляют еще 15-15. После 110 дней я потерял сознание, потом тебя выводят, потом опять заводят. Карцер — это три куска хлеба, три стакана горячей воды в день. Очень холодно. Все? Да. Три куска хлеба, три стакана воды? Горячей нет. Такой воды можно из-под крана выпить, но горячей, чтобы согреться. Там очень холодно, и у тебя забираются теплые вещи. Там темно, и ты маленький, три метра на два метра примерно. Ты не можешь ничего не читать, не писать. То есть, по идее, сама обстановка очень давит, и поэтому по закону нельзя больше 15 суток держать. Но когда они хотят тебя, политика, задавить, надо так... Я провел 45 дней в этом карцере. Ну, это ощущение постоянного противостояния. Ощущение, с одной стороны, важности этой борьбы, а с другой стороны, сохранять чувство юмора и смеяться над всем этим. Вы еще смеялись? О, я любил им рассказывать антисоветские анекдоты. А они не могут смеяться. Смешные, знаете, анекдоты были очень смешные. Ну, например? Ну, например, Брежнев вызывает советских космонавтов. И говорит, ну, мы не можем допустить, что мы были первые, а теперь американцы полетели на Луну. Мы решили, политбюро, мы посылаем вас на Солнце. И говорят, Леонид Ильич, мы же загорим заживо. Говорят, ну, что думаете, у нас политбюро, идиоты сидят. Мы продумали, все, вы поедете ночью. И вот и рассказываешь, и смеешься. Они давятся от смеха, но они не могут, это будет конец их карьеры. Неважно, следователи или вертухаи. И, а ты так наслажаешься, потому что, вот, говоришь, так что я, я сижу в тюрьме, вы же сидите в тюрьме. То есть, нет, очень важно все время иметь возможность посмотреть на все это со стороны, какой это кавкянский мир, какой деятельский мир. И как ты, как бы, над этим миром. То есть, с одной стороны, должен воспринимать все очень серьезно, что ты в центре мировой борьбы, и скажи, это твое слово очень важно. А с другой стороны, смеяться над всем. Скажите, пожалуйста, вот честно-честно, вот, сидя не так в тюрьме, как в карцере, испытывая такие нечеловеческие страдания, вы хоть раз пожалели о том, что вы начали эту борьбу? Ну, нет, никогда. Я еще раз говорю, это, начало этой борьбы перешло совершенно другое состояние. То есть, там у меня не было ни свобода, ни айдентити. А здесь у меня и свобода, и ощущение, что ты в своей истории, что у тебя есть такая уникальная семья, еврейский народ. Вот, знаете, когда приезжали там евреи, ну, когда еще до ареста, я с ними встречался, это была часть, как бы, моей активности. И вот евреи из Филадельфии, из Майами, неважно откуда. Они говорят, о, ваш отец из Одессы, и мой отец, или там, из Одессы, мы же все одна семья. И вдруг ты понимаешь, мы хотим помочь. И ты вдруг понимаешь, что есть такая вещь, как еврейская солидарность. Есть Израиль, который посылает самолеты на конец света, только чтобы освободить заложников. И ты свободный человек. Это совершенно другая жизнь, когда ты живешь без айдентити и без свободы, а потом ты получаешь два за ту же самую цену. Поэтому нет, я никогда не жалел и никогда не хотел, так сказать, вернуться в прошлое. Сидя в тюрьме, вы не могли не думать о своем будущем. Вы понимали, что вы отсидите 13 лет в тяжелейшем условии. Если не больше, то некоторые мои друзья получали в день выхода, добавляли им еще. То есть вы понимали, что жизнь кончена вообще, или у вас была надежда на то, что она изменится? Нет, наоборот, ты понимаешь или заставляешься понять, что настоящая жизнь до тех пор, пока ты осуществишься свободным человеком. Жизнь будет кончена, если ты откажешься от этой свободы. Что было, что было действительно. Не просто, а Виталь, моя жена, которым через день после нашей хупы мы расстались. И она продолжала бороться. Я был совершенно уверен, что она продолжалась. Но мы когда-то мечтали, чтобы у нас было много детей. А тут продлиться-то еще 5 лет, еще 7 лет. У нас не будет детей. Вот это, можно сказать, да, добило, так сказать. Ну, слава богу. Ну, хорошо. Советский Союз вечен. Ну, я не знаю, кто мог в конце 70-х подумать, что он развалится через какое-то время. Советский Союз вечен. Все это, гадость эта вся забетонирована. Народ преимущественно туп и поддерживает эту власть. Ну, на что можно надеяться, имея такой срок? Вот я вам хочу сказать, что вы говорите, ну, кто мог себе представить, что Советский Союз не вечен? Мой друг Андрея Мальрик в 1969 году написал книгу «Доживет ли Советский Союз до 1984 года». Это правда, да. И он за это, естественно, получил срок, сидел. Но главная мысль там, что этот режим держит под контролем сотни миллионов людей и тратит всю свою энергию для того, чтобы установить этот контроль. Он приводит такой образ. Если солдат держит пленника, на него ружье держит, и должен так делать и день, и еще день, и в какой-то момент его мышцы ослабнут. Он опустит ружье, в этот момент пленник убежит. Говорит, это то, что случится в Советской Системе. Надо вкладывать больше и больше энергии, чтобы держать всех под ружьем. В какой-то момент, если Запад особенно не будет ей помогать, у нее эта энергия кончится. И тогда Советский Союз развалится. И он предсказывал, что 1984 год, который был как бы из-за Орвала, плюс это 15 лет от того, когда он пишет, Советский Союз не проживет. Должен сказать, в 1984 году ко мне в тюрьму в очередной раз приезжали КГБшники. Говорили, ну вот видите, что там ваш друг писал, его уже нет в живых, а мы вечны. В 1984 году. Через год Горбачев пришел к власти и прям под чертежом Амалирика сказал просто, ну мы не выдержим так, надо срочно нам делать что-то с нашей экономикой. А как же, надо срочно делать перестройку. И Советский Союз стал разваливаться. То есть мы жили с этим чувством. В отличие от всех советологов, которые за месяц до ГИБС не верили в это и спорили с нами. Мы жили и в тюрьме с этим чувством. Что если только Запад поймет, с кем имеет дело, и прекратит им помогать, то это развалится. Поэтому самым большим праздником у нас в тюрьме было, когда Рейган произнес «Fear Evil Empire Speech». Назвал Советский Союз им. «Империя зла», да? И это дошло до нас через советскую газету, которая возмущалась этим. Но слава богу, есть советский, западный лидер, который понимает суть Советского Союза. Все, дни этой системы будут сочтены. Потом, когда я рассказывал это Рейгану в «Белом доме», в нашей первой встрече, он подпрыгнул как мальчик. Он познал всех «Идите и не слушайте!» Вот что вы мне тогда говорили? Потому что ему тогда много станс-критиков за это.